Ну и, кстати, я думаю, сейчас уже пришло время уравновесить женские и мужские интересы. Ну и, кстати же, какие же мужские интересы? А это про дизельные топлива. А я сейчас расскажу вам про дизельные двигатели, потому что могу похвастаться тем, что я их чиню, я их собираю, дизельные двигатели. Ну и говоря, все мы считаем, что вот они такие шумные, да, дизельные двигатели, о том, что от них плохо пахнет, этот запах, да, вот эти едкие дизеля. Ну и то, что у них такой, знаете, темный-темный-темный дым. Да, да, поэтому у нас негативное представление. И, кстати, у тебя есть автомобиль или есть автомобиль, а на бензине или топливо такое? 92-й. Раньше заливало 95-й, но потом начала экономить. И, кстати же говоря, обращаясь к вам, кто сейчас, наверное, раздумывая, каким же топливом пользоваться, могу вам посоветовать то, что ни в коем случае не бойтесь дизельного топлива, потому что вы можете отлично экономить, потому что возгорание... Ты заправляешься дизельным топливом? Нет, к сожалению, нет, но сейчас я, кстати, подумал о том, чтобы купить авто с дизельным мотором. То есть это очень экономично? Да, намного экономичнее, чем бензин. А ты знаешь, что сегодня отмечают день рождения дизельного топлива? Да, и дизельное топливо. Мы тебя поздравляем с днем рождения и смотрим про тебя сюжет. А вы знали, сегодня день рождения дизельных двигателей, которые мы для краткости называем просто дизелем. В 1892 года Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». 17 лет упорного труда понадобилось изобретателю для достижения успеха. Одним из первых предприятий, выпускающих дизель, был аукспорский завод, прародитель фирмы «Ман». Рабочая схема двигателя, получившая имя своего создателя, вот уже второй век считается лучшей для двигателей внутреннего сгорания. Какой двигатель лучше, бензиновый или дизельный? Этим вопросом задаются почти все автолюбители, выбирая железного коня. Вообще дизельные двигатели шумят больше, чем их бензиновые собратья. Однако все это действует только в том случае, если топливо будет хорошим. А ведь многие автомобилисты жалуются на низкое качество солярки. И правда, плохой дизель только быстрее выведет из строя сердце вашего железного коня. А вот бензиновые двигатели гораздо более устойчивы к топливу неподобающего качества. Но в современных же машинах устанавливается определенная шумоизоляция, которая нейтрализует лишний шум. Умар уже давно ездит на дизеле. По его словам, он не чувствует разницы между бензином и соляркой. Недавно купил машину на дизеле. Мне нравится ездить на дизеле, но это и выгодно, и хорошо, но тянет, как и бензин. Говорят, что шум изводит, но это не так. Шум примерно у них обычный, как и у бензина. Несмотря на то, что дизельные двигатели считаются более долговечными, из-за плохого качества топлива поломки все равно нередки. При этом найти мастера, который бы согласился взяться за дизельный мотор и произвел бы качественный ремонт, очень непросто. Причина в довольно сложной конструкции двигателя. А даже если вам повезет с работником, стоимость ремонта будет больше, чем у бензинового двигателя, так как запчасти к дизелю довольно дорогие. К тому же выхлоп современного дизельного топлива, которым мы дышим, содержит меньше вредных для экологии и здоровья человека соединений, чем выхлоп бензинового двигателя. И самое главное, дизель никогда не воспламенится, в отличие от бензина. Для того, чтобы дизель сгорел, нужно минимум 400 градусов Сельсия. Удачного вам выбора типа двигателя и будьте аккуратны на дорогах.